подставка полностью высохла сейчас дерево выглядит вот так высота дерева вместе с подставкой 46 сантиметров сейчас саму листвуя немножко скучковала так что был свободный доступ к веткам вот к этим местам основанием веток вот к этим и сейчас буду укреплять ствол ствол и ветки верхние ветки вот эти и вот эти буду укреплять папе маши для этого мне нужен клей пва строительный и самая дешевая туалетная бумага прям вот эти верхние ветки от рук от не буду начиная вот с этой ветки просто беру кусочек туалетной бумаги небольшой просто отрывая его не отрезаю окунула кисточку клей пава и и разглаживаю буду буду накладывать по несколько слоев на одну ветку и 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 в верхней веточки я уже сделала туалетную бумагу накладываю в 5 6 слоев дальше буду уже укреплять гипсовым бинтом вот я его приготовила вот так он выглядит покупаю его в обычной аптеке здесь этот бинт 15 сантиметров ширину и в длину 3 метра хватает его на несколько деревьев отрезала вот такие кусочки небольшие и побольше с этими маленькими кусочками я буду делать у основания где ветки крепятся к стволу дерева а это уже пойдет по стволу и нужна холодная вода вода должна быть именно холодной не теплой обматывать начну прям сверху отсюда пойду вниз и вот эти веточки 4 захвачу и пойду по всему столу также к низу бинт необходимо будет обмакнуть в холодную воду окунуть и обмотать вокруг ствола и Субтитры подогнал «Симон» 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 Вынула дерево из подставки Субтитры подогнал «Симон» 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 Если камни внутри еще не просохли, так как слой толстый, это ничего страшного, так как буду сейчас наносить второй слой на сам ствол дерева и буду еще сушить сутки. Поэтому камни внутри обязательно просохнут. Сделала точно такую же смесь, ингредиенты все те же самые, не течет. И сейчас ее буду наносить уже снизу вверх, поднимаясь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если кисточка плохо идет по шпатлевке, то ее можно смочить в воде, немного промокнуть, чтобы она была влажная, можно мокрой кисточкой и пройтись по дереву, где-то выгладить, где-то сделать бороздки. Также можно загладить неровности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Положила еще один слой. Полностью на все дерево. Верхние веточки я тоже немного затронула. Не очень толстым слоем. Ну, вообще не толстым слоем. Теперь беру вот такую кисточку с твердой щетиной, жесткой. И, как и делала подставку, примерно так же. Я ее окунаю в воду, промакиваю и буду делать вот такие хаотичные мазки. Не знаю, видно, нет. Так, чтобы кисточка отпечаталась об шпатлевку. Когда я снимаю лишнюю влагу, я ее вот так вот делаю, чтобы она была веером. Так я пройду по всему дереву. Прошлась я таким образом по дереву. Такими хаотичными вмятинами. Оставляю дерево сушиться тоже на сутки. Прошли сутки, второй слой высох. Вот такая структура получилась за счет кисточки с жесткой щетиной. По стволу дерева я уже прошлась наждачной бумагой. Прошла очень аккуратно. Сняла буквально вот неровности, которые совсем торчали на стволе, чтобы не повредить саму структуру коры дерева. И сейчас буду красить. Начинаю красить дерево с одной подставки с этой части. Положила дерево на мягкую игрушку. Красить буду вот такой краской. Краска акриловая, художественная, черного цвета. Покрасила дно и бока, бок подставки. Полностью прошла по кругу. И оставляю сушиться минимум минут 40. Можно до часу оставить. Прошло 50 минут. И сейчас буду красить ствол дерева. Беру белую краску, акриловую, художественную, матовую. И буду наносить ее полностью на весь ствол. Очень плотным слоем. Покрасила ствол в белый цвет. Полностью показывать не стала, потому что разница не особо видно. Если сомневаетесь, полностью ли легла краска на ствол, то можно сначала первый слой сделать светло-серый, дать ему просохнуть и сверху уже белым цветом покрасить. Тогда вы уже точно будете знать, что у вас полностью ствол прокрашен. Взяла черную акриловую краску и немного разбавила ее водой, чтобы она была пожиже. И сейчас буду наносить кисточкой полностью на подставку. Прокрашу все до ствола, в том числе и камни. Отставка полностью покрашена. И сейчас черной краской я немного прокрашу ветки. Ветки я буду красить не полностью. Вот, что на нитках есть белый цвет, вот сейчас я закрашиваю в плотный черный цвет. То есть полностью по всеми ниткам я проходиться не буду, только вот в этих местах. Так я пройду по всем веточкам. Краска полностью высохла, и подставка, и ствол. И сейчас перехожу к подставке. Беру вот такую краску, акриловая, серая. Кисточка мне нужна будет сухая, с сухой щетиной. И салфетка. Салфетка бумага туалетная. Я возьму вот такую салфетку. Капнула краску, совсем немножко, капельку. И буду делать камни. Вот на одном я уже попробовала. Пока буду наносить серый оттенок. Потом, когда высохнет, нанесу еще оттенок еще светлее. Возможно, белый, возможно, серый с белым смешаю. Там уже посмотрю. Немного совсем окунаю в краску. И вытираю в салфетку. И еще раз пошли на борту. И чтобы нас добавить сюда, мальчик еще светлее. Субтитры сделал DimaTorzok Далее беру зеленую краску, травяная называется она, все тоже акриловая. И по той же самой технологии капаю капельку. Беру зеленую краску, кисточку вернее, окунаю в зеленую краску. Можно растирать салфетку, можно прям об эту же поверхность. И тоже легкими движениями наношу на подставку, можно в пару слоев. Покрыла всю подставку. И пока краска сохнет, перехожу к стволу. Взяла каплю черной краски и также кисточкой сухой, с жесткой щетиной. Буду проходить по стволу дерева, начиная вот отсюда сверху и спускаюсь вниз. И немного вытягиваю вот черные веточки. Переход делаю от ниток к веткам. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Теперь взяла две акриловые краски, зеленая, желтая. Вообще лимонная она идет по цветовой гамме. И вот так между собой их зацепляю и смешиваю. Снимаю заодно лишнее с кисточки. И сейчас пройду по всей поверхности подставки. Покрасила всю подставку и вот эту внешнюю часть добавляла побольше желтого цвета. Ну так, чтобы поярче, поинтенсивнее было. На подставку я больше ничего не красить ее не буду, ни бисером ее посыпать. Оставлю как есть. Сейчас осталось только расправить ветки и я уже покажу готовое дерево. Музыка. 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 Музыка.